Ну снова здравствуйте, товарищи! Давно не виделись. С вами Городач, вы на канале Быстро и Вкусно, где я рассказываю, показываю простые рецепты вкусных блюд. Сегодня я хочу жрать, пришел с работы и буду готовить пиццу. Максимально простую, из того, что Бог послал. То есть, как я говорил уже много раз, пиццу делаем из всего, что найдется в вашем холодильнике. Главное, чтобы там сыр нашелся. Если нет сыра, конечно, это уже не пицца. Ну а все остальное можно напихать по желанию. Можно, кроме сыра и кетчупа, вообще ничего не использовать. Взять только тесто, кетчуп и сыр. Получится отличная пицца Маргарита. Ну а если что-то найдется еще, будет вообще отлично. Что нашлось сегодня у меня? Значит так, вот сырок неизвестного происхождения. Это жена покупала, не я, поэтому я не знаю, что это за сыр, как он называется. Дорогой он, дешевый, но вроде. Нормальный сыр, как сыр, я его даже не пробовал. Потом, что я еще нашел. Вот значит, в морозилке у меня лежала долгое время вот такая вот половинка куриной грудки. Копченый, копченый куриный грудь. То есть, я ее разморозил. Она готова к употреблению. Дальше. Вот это что за такая субстанция, спросите вы, у меня тут лежит. Это тоже у меня в морозилке хранятся замороженные грибы, которые я сам осенью собирал. Здесь смесь белые, маслята, подосиновики, подберезовики. Вот их я тоже разморозил. Они тоже у меня готовы к употреблению в пиццу. Ну и вот зеленушка в виде лучка. Кетчуп, естественно. А вот из чего я буду делать тесто, я вам сейчас расскажу. Это довольно-таки интересно. Итак, насчет теста. Самое интересное, что я хочу этим видео донести. Вот у меня то самое замороженное тесто. Точнее, готовое основу для пиццы. Я в прошлый раз вам показывал на сковороде, когда жарил пиццу. Как с ним обращаться. Но это уже не спортивно, я считаю. Нужно что-то новенькое показывать. Поэтому это я уберу обратно в морозилку. Пусть ждет следующего раза. А сейчас приступим к более интересным вещам. В общем, я сходил в магазинчик. И купил вот такой вот лавашик. Вот такой тонкий лаваш. В общем-то, много где продается. Бывает квадратный, бывает вот такой круглый. Нам как раз круглый подойдет. Вот именно на этом улаше мы будем готовить нашу пиццу в микроволновке. Пиццу пятиминутку. Печься ему не надо. Он уже испеченный. То есть достаточно в микроволновке испечь начинку. И пицца будет готова. Ровно в пять минут. Но хочу показать еще более интересные вещи. Раньше вот такой лаваш не продавался. Когда я был студентом, в мои студенческие голодные годы. Я готовил пиццу в микроволновке. Вот из таких вот толстых лавашей. Как я с ним поступал. Естественно, вот я не накладывал прямо сюда начинку. Это уж перебор. Это будет не пицца. Я не знаю, какие-то пироги. Я вот так вот брал. И резал этот довольно-таки толстый лавашик. Вот так вот. На две половинки. И у меня получалось... Ну, вот это не очень удачный лаваш, конечно. Две половинки не получилось. Получилась одна половинка. И вот на такой вот уже, на таком тесте, можно выпекать хоть в микроволновке, хоть в духовке. Нормальной получится пицца. Но это как пример. Лаваши бывают разные. Круглые, квадратные. Вот я нашел вот такой вот. Такой-то овальный. И видите, две половинки из него даже не получилось, потому что верхняя половинка вот так вот разлетелась. А так, обычно, я из такого лаваша прям две пиццы смело готовил. Так. Это вариант номер два. Еще не очень экзотический. Вариант еще более экзотический. Тем не менее, даже еще более простой. Обычный батон. Из булочной. Берем обычный батон. Вот так вот. Разрываем его, короче, на две половинки. И вот из этих двух половинок отлично можно также приготовить пиццу. То есть, сверху накладываем начинку, запекаем, не комплексуем. Получаются две отличные пиццы. Вариант еще более экзотический. Допустим, я так тоже пару раз делал. Появляется в вашей жизни какой-то черствый батон. То есть, он уже зачерствел. Если вы его не будете, что нужно сделать? Вот эту вот мякушку, оставшуюся, которую еще мягкое, выковыриваете отовсюду. Отсюда, отсюда. Всю мякушку выковыриваете. Корки выкидываете. Они нам не нужны. Вы можете гулькам отдать. Я обычно отдавал гулькам. Вот эту мякушку переминайте с яйцом. То есть, берете всю мякоть с батона. Берете одно яйцо и где-то пару ложек молока. Все это между собой переминайте. Получается отличное вот такое тесто. Оно тоже уже, считаете, готовое. Ему достаточно только немного запечься. Отличную прям вот так вот эту массу на сковородку, на тарелку вот так вот переминайте. И отлично получается. Вот это вот самый экзотический, самый такой студенческий вариант. В общем, для этого ничего абсолютно не надо, кроме черстого какого-нибудь батона. Вы можете даже не из черстого сделать. Я думаю, вы все поняли, товарищи. Приступаем к приготовлению. Я решил вас не утомлять подробностями, как я все режу. Здесь нет ничего особенного. Поэтому я просто порезал. У нас компоненты, собственно, только грибы, курица и лук. Больше резать нечего. Приступаем к самому главному. Значит, для пиццы я выбрал вот такие вот тонкие лаваши, как я уже говорил. Но жабы как-то душат. Но таком на одном тонком делать получится начинки в три раза больше, чем тесто. Поэтому я принял такое решение. Берем один лаваш. Мажем его майонезом. Вот так вот. И к нему приклеим второй такой же лавашик. Получится у нас двуслойная основа. Чтобы она не распалась, она склеится майонезом. Ну и плюс будет вкуснее. Вот так вот сверху шмяк. И второй слой лаваша. В общем-то уже два таких лаваша нормально получится. Ну и проступаем к начинке. Во-первых, пицца, как всегда, сверху смазывается кетчупом. Берем кетчуп. Как я уже говорил в других видео про пиццу, кетчуп берем любой. Лучше, чтобы в нем было побольше специй. Лучше, чтобы там был базилик. В общем-то пицца и базилик, они созданы друг для друга. Но если такого кетчупа нет, берете любой какой есть и комплексуете, все получится все равно нормально. Так, дальше мясные компоненты. В качестве мясных компонентов сегодня у нас копченая курочка выступает. Вот так вот. Небрежно разбросали. Хорошим. Дальше грибные компоненты. В качестве грибных компонентов у нас сегодня маслята, подберезовики и белые грибы. Они уже вареные у меня. Вареные и замороженные. Поэтому готовить их долго не надо. Не опасайтесь, что я тут как-то отравлюсь. Все будет нормально. Так, грибные компоненты готовы. И вот так вот посыпаем зелеными компонентами. То есть, лучком. Ну-ка. Отлично, по-моему. Теперь самое главное. Самое главное в пицце, это, конечно же, сыр. Сыр неизвестного происхождения. Но жена у меня плохой сыр не покупает обычно. Я стараюсь купить, что подешевле. Жена у меня обычно покупает что-то нормальное. Должен быть нормальный сыр. Вот так вот. Слой сыра должен быть хорошим таким. Чем больше сыра, тем вкуснее ваша пицца. Это естественно. Ну, я думаю, как-то вот так. И вот в таком вот виде пицца готова отправиться в микроволновую печь. Ровно на 5 минут. Больше не надо. Меньше тоже не надо. Нужно ровно 5 минут. Вот она микроволновочка. Она уже готова. Она уже ждет. Ну что ж, долго ждать ее заставлять не будем. Кладем пиццу. Накрываем ее крышкой. Обязательно, чтобы там что-нибудь не взорвалось. И на 5 минут. Вот так. Можем 5 минут заниматься своими делами. А пицца будет вертеться, крутиться, готовиться. Вот. Все пропикало. Ну что же, проверим, что у нас там получилось. Опа. Опа, товарищи. Какая вкуснямба. Ну-ка. Ну-ка. Как вам? По-моему, отлично. Сейчас чуть подостынет, чтобы можно было взять. Будем пробовать. Ну-ка. Как вам на вид? По-моему, ничего так. Сыр расплавился. Все заплавил. Курочка с грибами хорошо вроде пропеклась. Запах отличный стоит. В общем-то, мне не стыдно за свою пиццу. Не стыдно даже друзей угостить такой. Сейчас буду пробовать. Может быть, на вкус, конечно, что-то не то. Но, скорее всего, я думаю, все нормально. Ну что же, отведаем, что у нас получилось. Пахнет вкусно. На вид тоже вполне себе пристойно. Но главное-то не это. Главное вкус. Правильно? Сейчас попробуем. В общем-то, я не жалею, что взял два лаваша. Как я и говорил, они вполне так себе склеились майонезом. Получилось нормально. Вот так вот. Очень пристойная пицца. Отличная пицца. Все пропеклось. Все запеклось. Все склеилось. Все как надо. Вот так вот. Вкуснятие. Можете приготовить, убедиться. Если вы, товарищи, думаете вдруг, что в пиццерии или из доставки пицца будет вкуснее, то вы ошибаетесь. Там, в общем-то, все то же самое. Изготовить там из обычного замороженного теста. Конечно, не на лаваше. Но лаваш, по-моему, отлично зашел. Ничем не уступает. Вкуснятия на говядина. Объединская пицца. Может быть, в пиццерии кладут какой-то сыр. Моцареллу добавляют в сыр, чтобы он тянулся. Но это, в общем-то, не обязательно. Достаточно любого, не самого дешевого сырка. Все будет отлично. В общем, по моему мнению, вот эта вот пицца, приготовленная за 50 рублей и за 5 минут, ничем абсолютно не уступает пицце из пиццерии. Отлично. Ну ладно, друзья. Хватит воздразнить. Бегите сами, готовьте такую пиццу. Делать это, как вы видели, очень быстро и просто. Те, кто не подписан на мой канал, срочно подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте, естественно, лайки. Кому не понравилось, ставьте, естественно, дизлайки. И пишите, что по этому поводу вы думаете в комментариях. Ну, я с вами прощаюсь. Буду доедать.